Здравствуйте! Это программа интервью дня. В сентябре Республика отметит две важные даты. 100 лет исполняется Тесхемскому Кожону, 250, древней столицы Республики, селу Самогалтай. Какие и где пройдут мероприятия в этот праздничный день, и главное, с какими показателями Кожун встречает этот двойной юбилей, нам сегодня расскажет заместитель председателя администрации Кожуна Регина Намчак. Здравствуйте, Регина Богоевна! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, какие мероприятия проводят сейчас в Кожуне в свете предстоящих юбилеев и когда они пройдут, кстати? На территории Тесхемского Кожуна 15 и 16 сентября текущего года пройдут юбилейные мероприятия. Это 250-летие со дня основания села Самогалтай и 100-летие Тесхемского Кожуна. Распоряжением правительства Республики 27Р утверждены план мероприятий по подготовке и проведению юбилейных мероприятий. В соответствии с указанным планом в настоящее время ведутся активная подготовка к юбилейным мероприятиям. Это, прежде всего, мероприятие направлено на улучшение социально-экономического развития Кожуна. Юбилейные мероприятия, конечно же, начнутся на границе Тандынского и Тесхемского Кожуна. На въезде в Кожун в рамках мероприятий уже начато строительство Мендычагой. В настоящее время строительная готовность указанного объекта составляет 40%. В рамках юбилейных мероприятий активно ведется работа, как я уже сказала, по социально-экономическому развитию Кожуна. Это по направлению учреждений образования, здравоохранения. В настоящее время по Кожуну ведется капитальный ремонт Ошнанской средней школы. К сожалению, тут нельзя не отметить тот факт, что в ходе подготовки проектно-сметной документации капитального ремонта указанной школы были допущены неточности. Но в настоящее время в связи с тем, что работают усиленно, там капитальный ремонт ведется днем и ночью к 1 сентября. Все-таки за апарты школьники сядут. Также на 2024 год в рамках указанных мероприятий также предусмотрены капитальные ремонты Черголандинской средней школы и Бертагской средней школы. То есть Кожун идет в ногу со всей республикой, да? Реализуются программы. Программы реализуются. И в части здравоохранения тоже. К юбилейным мероприятиям также будет приурочено открытие нового фельдшерско-акушерского пункта в селе Бельдыр-Арых. В настоящее время там уже ведутся окончательные работы. Вот это мероприятие тоже у нас приурочено к юбилейным мероприятиям. Спасибо, Регина Богоевна. Есть такая хорошая федеральная программа формирования комфортной среды? Участвует Ваш Кожун в этой программе? В программе формирования комфортной городской среды в текущем году благоустроена общественная территория по улице Ленина, села Бертаг. На сегодняшний день строительная готовность стопроцентная. Это тоже одно из мероприятий, подготовительных мероприятий к юбилейным мероприятиям. Участвуют ли ТЭСХМСКИ и Кожун в индивидуальной программе социально-экономического развития ТУВИ? Какие объекты можете назвать? Участник данной программы по нашему Кожуну, индивидуальный предприниматель, в настоящее время тоже задействован в подготовительных мероприятиях. Индивидуальный предприниматель по данной программе строит туристическую базу в местечке Байдаг. В настоящее время строительная готовность составляет 80% почти что там. Готово почти, да? Да, почти что готово. И что это представляет? Туристическая база, там предусмотрена кафе-ресторан. И в летнее время оздоровительная программа, так как эта база расположена вблизи Оржана, Дуктыкдык. Но это сезонная работа. Удачное расположение. Скорее всего, эта часть программы будет реализована в следующем году. А в этом году гостей примет кафе-ресторан в туристической базе. Какие дороги встретят наших гостей? На территории Оржана систематически улучшаются. В текущем году уже проведены капитальные ремонты автодорог двух улиц в селе Самогалтай. Строительная готовность 90%. Там осталось только установить дорожные знаки. Также для жителей Оржана немаловажное значение имеет дорога между столицей республики и Оржаном. В разрезе Артишты в настоящее время подготовительная работа по капитальному ремонту протяженностью 2 километра уже начинается. В этом году работа будет проведена в разрезе 2 километров. На следующий год предусмотрена работа капитального ремонта автодорог протяженностью 3 километров тоже на данном участке дорог. Не секрет, что в селах отдаленных жизнь в основном крутится вокруг бюджетных учреждений, бюджетных организаций, школ, детсадов. Строятся у вас такие новые объекты? В райцентре, скажем, в Сумоунах, в общем, в районе? По социальной сфере, как уже сказала, там уже заканчивается строительство нового фельдшерского куршерского пункта в селе Белдырарх. Но на 2023-2024 годы в основном это капитальный ремонт объектов учреждений образования в социальной сфере. Также по губернаторскому проекту Сорунза в настоящее время ведется работа по строительству сельского дома культуры в селе Акерик. Но строительство ведется по методу народной стройки. Материалы предоставляются? Материалы предоставляются строители, местные жители села. К праздникам-то успеем? К праздникам вряд ли успеем, но там в связи с задержкой доставки материалов, ну, видимо, наверное, уже после праздников. Но все равно в этом году будет вовлечено. Ну, хорошие заделы есть, да? Да, да, конечно. Работа будет продолжаться. Спасибо большое. ТСХМ, Кожун, относительно небольшой, да, чем занят народ вообще? Поддерживается ли малый бизнес там? И, кстати, вот в каком направлении развивается в основном малый бизнес? В целях развития предпринимательства в Кожу не разработана муниципальная программа создания благоприятных условий для ведения бизнеса на 2022-2024 годы. Программа состоит из двух подпрограмм. В настоящее время план мероприятий состоит на 2023 год состоит из трех пунктов, из которых частично выполнено два мероприятия, или план выполнен на 88%. Финансовое обеспечение программ на 2023 год составляет 600 тысяч рублей, освоение на 32% в настоящее время. О каких объектах, направлениях идет речь, если предметно сказать? У нас разработан и утвержден туристический маршрут по местам древней столицы Тувы. Это наше сакральное местечко Тувы Хая. В настоящее время ведутся подготовительные мероприятия вдоль маршрута. По методу того же народного строительства по маршруту построен мост в сторону Тувы Хая. И в этих юбилейных мероприятиях этот туристический маршрут тоже будет задействован. Гости нашего кожуна могут посетить вот это наше красивое сакральное место. Здорово. Это исторический маршрут получается? Да, исторический маршрут древней столицы. В республике у нас в последнее время появляется все много самозанятых людей. Благо, что государство дает для этого все возможности для самореализации. В Тескенском кожуне есть такие жители инициативные? В рамках социального контракта за период с 2020 года по 2022 год поддержку получили 222 граждан. А в 2023 году по социальному контракту получили поддержку по направлению трудостройства 21 граждан, по направлению индивидуального предпринимательства 5 граждан и ЛПХ 21 граждан. В кожунном центре в селе Самогалтай в 2023 году самозанятыми гражданами открыты фитнес-центр, пиццерия и также очень много в рамках соцконтракта открыты почти 80% хлебопекарни. Это тоже очень значимый для кожуна вопрос, особенно в отдаленных селах. Бесперебойно, да? Бесперебойно, да. Население обеспечивается свежим хлебом. Вот это направление очень тоже хорошо работает. Бич нашей современности, нашей республики, к сожалению, это приходится перезнать, это алкоголизация населения. Как обстоят дела в Тескемском районе? Ведется борьба с нелегальной продажей алкоголя? Да, вы действительно сказали, вот это очень трудно разрешимая проблема, но несмотря на это у нас работа в данном направлении ведется. На территории кожуна в настоящее время имеются три лицензиата по продаже алкогольных изделий. На сегодняшний день выявлено 19 индивидуальных предпринимателей, которые... Не соблюдают какие-то ограничения, да? Да, они сбывают алкогольную продукцию незаконно. И также пять физических лиц. В отношении данных индивидуальных предпринимателей и физических лиц, это в основном одни и те же граждане. Ведется очень систематическая работа, я считаю. На территории кожуна установлены 28 видеокамер наблюдения, которые присоединены к единой дежурной службе при администрации кожуна. То есть на территории поселка, да? Да, на территории села Самогалтай. Вот эти точки, они расположены вблизи торговых точек в основном. Круглосуточное наблюдение ведется. Также сотрудникам и пункта полиции, и субъектов профилактики кожуна ведется ежедневная, почти что можно сказать, профилактическая работа в отношении нарушителей законодательства в области реализации алкогольной продукции. Также нужно сказать, что к этой работе в настоящее время подключились и общественники. В селе Самогалтай в настоящее время создан семейный клуб, на базе которого Центр общественных инициатив. Есть очень хорошая практика была, можно сказать, в давние времена, когда в советское время, когда лиц, употребляющих спитные напитки, просто вызывали на общественные совещания, сходы. Товарищеский суд был. Да, да. Вот это очень хорошая работа. Мы пытаемся возобновить в настоящее время. Вот на базе семейного клуба. Эта работа начата. И думаю, в дальнейшем будут хорошие результаты именно по данному направлению. Ну, по направлению работы общественников. Спасибо. А скажите, вот в борьбе с бутлегерством удалось кого-то показательно наказать, навести до суда? Есть такие прецеденты? Ну, в основном, неоднократное наложение административных штрафов. К сожалению, законодательство в данном направлении очень такая... Несовершенное еще. Несовершенное, да. Но работа так ведется. А может, тут еще нужно отметить, что проблемный вопрос в данном направлении имеется по линии сотрудников пункта полиции именно у полномоченных пункта полиции. Их не хватает. Не хватает. В отдаленных суммонах при обнаружении именно по сбыту алкогольной продукции зачастую органы местного самоправления никакие меры не могут сами принять. Они не могут зафиксировать это, как положено по закону, да? Да. Административные меры оперативно в данном направлении именно на месте обнаружения никакие они самостоятельно не могут предпринять. То есть, получается, есть открытые вакансии по линиям ВД? Да. У нас в настоящее время в пункте полиции работают только два у полномоченных пункта полиции. А у нас в Кожуне семь населенных пунктов такая проблема у нас имеется. Понятно. Откажите, пожалуйста, актуальный в это время для всех муниципалитетов вопрос подготовкой к зиме, завозу угля, в том числе социального. Как дела у вас обстоят? Ну, подготовка к осенне-зимнему периоду у нас уже начинается вот как бы с конца прошлого осенне-зимнего периода. С февраля месяца у нас все нормативно-правовые акты в данном направлении приняты. В настоящее время во всех учреждениях социальной сферы начат завоз угля в труднодоступные села Кожуна. Это село Агерик, Ошина, Юшина. Как по учреждениям культуры, образования и здравоохранения. По социальному углю у нас в 2023 году получатели 33 граждан. 33 граждан, да, завоз и доставка угля по указанным гражданам будет осуществлено в течение сентября месяца. Но у нас эта работа ежегодно ведется своевременно, без нарушений сроков доставки. Спасибо, Регина Богоевна. И напомните, пожалуйста, в завершении нашей программы, когда состоятся, какие именно состоятся мероприятия праздничные на территории Тесхемского Кожуна, села Самогалтай. Праздничные мероприятия, как я уже сказала, 15 сентября открытие праздничных мероприятий в селе Самогалтай. Ну, начиная там, у нас программа составлена вот с Мендичагой, на границе Тесхемского Кожуна. Приветственный адрес, да, на везде. Приветственного адреса. И, следовательно, до села Самогалтай заезд гостей 15 сентября. Основные культурно-массовые мероприятия, юбилейные мероприятия пройдут 16 сентября. Какие мероприятия, уточним сразу? Ну, традиционные для нашей республики мероприятия, культурно-массовые мероприятия, конечно же, концерты в открытых площадках и в Кожунном доме культуры. Открытие памятника в центральной площади Амбаннаян, вот это тоже очень значимое для нас мероприятие. Ну и парад шествия населения Кожунных трудовых коллективов будет 16 сентября. Куреш, конные скачки, стрельба из лука. И по юбилейным мероприятиям, конечно же, хочется выразить благодарность правительству республики Това и отдельно главе республики Владиславу Товарочдаевичу за такую существенную, очень значимую для Кожуна в социально-экономическом направлении поддержку. Также, конечно, на юбилейное мероприятие приглашаем всех жителей республики, будем рады вас встретить и видеть вас 15 и 16 сентября текущего года в нашем Кожуне. Легина Богоина, спасибо вам большое за участие в нашей программе. Желаем вам всего хорошего, чтобы праздник ваш прошел на самом высшем уровне. Спасибо. Уважаемые телезрители, очередное интервью дня подошло к концу. Я желаю вам всего доброго. До встречи на телеканале ТУВА24. ТУВА24